Добрый день! Четверг и наш традиционный прямой эфир, прямая связь. Я называю его гибридным эфиром, потому что одновременно сразу на нескольких площадках осуществляется онлайн-трансляция. Напомню, что это канал Казанского университета YouTube, Twitch, ВКонтакте. Одновременно идет трансляция на портале Казанского федерального университета и на канале Универ ТВ. Осуществляется прямое вещание нашей сегодняшней встречи, встречи с гостем, которые вас с удовольствием представляют. Потому что мы когда говорим университет, я вот уже до этого на предыдущих встречах с нашими гостями всегда отмечал, подразумеваем прежде всего образование и науку. Все остальное это как бы сопутствующее. И вот наш сегодняшний гость представляет вот эту фундаментальную составляющую университета науку. Это проректор по науке и еще директор Института геологии и нефтегазовых технологий Денис Карлович Норгалиев. Добрый день, Денис Карлович. Мы хотим обратить внимание, что работает одновременно еще и специальный чат в мессенджере WhatsApp для представителей средств массовой информации. Да, вот меня поправляют. Сегодня же пятница, вы же в прямом эфире. Вот и прелесть, и подтверждение того, что мы действительно в прямом эфире. Извиняюсь, что оговорился. Конечно, сегодня пятница. И спасибо нашему пользователю, который обратил на это внимание. Денис Карлович, нам хотелось бы сегодня сразу по нескольким аспектам вашей деятельности, вашей компетенции, что называется, вас протестировать вопросами. Они связаны с деятельностью института и с научной деятельностью Казанского федерального университета в целом. Ну и, конечно, с самой такой злободневной темой для нашей страны. Прошлые годы, нынешнее время и, наверное, еще долгие годы вперед, связанные с развитием нефти, газо-химической промышленности, как ее там называют, нефтедобыча, газодобыча, геологоразведки, вот весь этот комплекс, на котором стоит вообще по факту сегодняшняя экономика страны. Нефть и газ — это, как мы понимаем, наука, технологии, это экономика, это и большая политика. Вот так случилось. И начнем тогда давайте с самого неожиданного, может быть, для вас, как для человека, в общем, системного и очень научного, все-таки с политикой. Вот с вашей точки зрения, сегодняшняя цена на нефть, ну и газ там по цепочке уже, да, она справедливая или нет? Вот все так спорят, вот 40, 30, куда ее мотнет, вообще, где справедливость находится, на какой-то момент? Вы знаете, когда говорят про справедливость, справедливости же нет, понимаете? Справедливости, да. Они каждой стороны, так сказать, своя справедливость, да, и своя правда, да. Поэтому, конечно, говорить о том, что справедливая цена на нефть или несправедливая цена на нефть, это очень сложное такое понятие. Потому что в одном месте, если говорить про цену, в одном месте эта нефть добывается очень дешево, в другом месте она достается очень дорого. Если какие-то месторождения, которые очень дорогие, там, скажем, вот сланцевые месторождения, например, да, какие-то в плотных породах вот сейчас есть. У нас гигантские запасы есть, но они стоят очень дорого, потому что их добывать очень-очень сегодня экономически неэффективно. Поэтому говорить о справедливости, наверное, не стоит. Есть данная цена на нефть, которая на бирже экономически, она выставлена цена, и мы должны по этой цене ориентироваться. Потому что цена образуется, скажем, да, это политика, но она еще образуется из того, что вот есть производство и потребление. То есть, если, скажем, мы произвели на две бочки нефти больше, то цена ее как бы упадет, да? Если вы на три бочки нефти произвели меньше, то цена, может быть, подскочит из-за того, что ее бочек не хватает. То есть, по сути дела, иногда даже на цену нефти влияет то небольшое количество переизбытка произведенного или недостатка. Ну, а как вот быть с тем, что называют биржевые спекуляции, когда цену каким-то образом искусственно не будем даваться в экономические детали, скажем так, вот для массового зрителя, что называется, искусственно гонят вниз или искусственно завышают. Где та планка, отвлечемся от этих биржевых историй, от спроса предложения классических понятий в экономике, где та планка, для которой нефтедобытчику, нефтеразработчику, вот со всей массой внутренних затрат выгодно этим всем заниматься. Ну, мы ориентируемся на нашу нефть. Да, на нашу нефть. Вообще, если смотреть по миру, то себестоимость добычи нефти, одного барреля нефти, у нас в баррелях они считают, мы тоже будем говорить про барреля, она колеблется, наверное, от 2-3 долларов до сотни долларов. Наверное, вот так можно определить. То есть, то, что действительно реально. Вот такой размах огромный. То есть, сегодня, например, очень такие легкие месторождения, легкие нефти в заливе, да, там может добыча у вас быть 3-4 доллара, себестоимость может быть, да, в каких-то скважинах, для каких-то компаний, для каких-то территорий, месторождений. И есть очень дорогая нефть, которая находится очень далеко, ее надо везти, добывать ее сложно. Она либо вязкая, либо она очень плотных породах. Надо делать гидроразрыв пласта, там, то есть, возить эту нефть в каких-то бочках, там, куда-то, свозить, сливать, там. То есть, вот это все складывается и, говорят, вот такая вот себестоимость добычи. Поэтому себестоимость добычи, она очень разная. Поэтому какие-то моменты, скажем, кто-то оказывается в выигрыше, у кого там дешевая легкая нефть, да, у кого-то дорогая нефть, она закрывает все эти скважины на перестолье, добывать их. А дело науки в том, чтобы, скажем, вот эти вот дорогие, скажем, большую себестоимость превратить в низкую. И при этом экологию еще не нарушить, да, потому что экологический вопрос очень важен. От этого тоже зависит цена нефти, понимаете, и зависит и... Например, если посмотреть на кривую изменения цены нефти, вот за всю историю, да, это просто кривая катастроф, там, я не знаю, каких-то политических событий. Это вот все события там какими-то печками отмечены. Это очень интересная кривая, по которой, можно сказать, написано уже много книг, и которую можно интерпретировать там всю политику мировую, рассказывать по этой кривой. Вот такая она. И сегодня тоже вот пандемия пришла, да, и это событие отразилось на нефтяной кривой, знаете, уникальным пиком. То есть какая-то нефть стала иметь отрицательную цену. Был такой эффект. Был такой эффект. Да, был такой. Очень страшно. Такая была ситуация, такое событие было. Такого события еще не было на этой кривой. Вот эта кривая, значит, она вот получила такое событие. Она драматичная очень такая кривая, интересная вообще, посмотреть на нее. Там огромные пики, горы, впадины на этой кривой. Вот это политика. И, конечно, это экономика. Без сомнения. А вот в такой высокой политике, экономической, политико-экономической заинтересованности, в том, что происходит вокруг нефти, вокруг вообще сырья, место, ну, про стоимость все-таки, в стоимости места для науки остается? Конечно. Конечно, это самое главное. Вот сегодня... Есть опасность, что наукой будут пренебрегать. Ведь есть еще и еще одна составляющая. Любому государству хочется снять сливки все-таки с торговлей ресурсами. Ну да. Конечно, вот если где-то нефть, себестоимость добычи нефти очень низкая, это, конечно, здорово. И, конечно, этим компаниям, этим людям, им не нужна наука. Они бурят скважину, оттуда фонтанируют нефть, ее, так сказать, запускают в трубу и продают. То есть здесь о науке никто не думает. Но если, скажем, вот такая возникает конкуренция, когда, скажем, цена вашей нефти на рынке уже она превышает, там, так сказать, себестоимость ваша выше, чем продажная цена нефти на рынке, то, конечно, вам нужно думать, потому что вы должны закрывать скважину, вы не можете себе в убыток это нефть продавать, так сказать. Да, и понятно, что вы должны думать о том, как сделать эту цену ниже. А здесь уже вступает в игру наука, то есть технологии. То есть мы, во-первых, нужно иметь запасы, которые легче добывать, значит, с меньшей себестоимостью. Так у вас должны быть разные запасы. При высокой, значит, цене нефти вы можете добывать запасы, которые до доли стоят, значит, при этом оставляют на лучшие времена, скажем, те запасы, которые, скажем, слишком дешевые, скажем, и потом их использовать, когда у вас цена на нефть упадет. То есть можно манипулировать запасами. В России таких запасов очень много. И, конечно, вот, например, вот конкретно Татарстан, да, у нас есть гигантское месторождение, ромашкинское месторождение. Ну, я не буду говорить там про себестоимость добычи, потому что это не то, что там секрет, а просто в этом очень не мое дело, в принципе, да. Я могу сказать, что да, эта цена сегодня на нефть, она регулируется очень только, скажем, вот себестоимость, но и налоговая политика, которую государство задает при этом, да. То есть она, эта политика, она очень разная в разных странах. В Соединенных Штатах Америки это абсолютно другая политика. В России другая политика. Там, скажем, я не знаю, там в арабских странах это другая политика. Третья политика. Это зависит еще от политики. Наше дело ученых, это посмотреть, а что мы можем сделать, значит, в области поиска запасов, которые дешевые, скажем, найти много разных запасов, которые имеют разную цену себестоимости добычи. Да? Стоимость добычи. Вот. И с другой стороны, мы должны разработать технологии, которые позволяют с не очень большими экономическими, энергетическими затратами, и причем экологичными является, добыть эту нефть, чтобы она была конкретна на рынке, на мировом рынке при продаже этой нефти. И естественно, мы разрабатываем разные технологии, начиная от поисков этой нефти, различной нефти, до добычи, до подготовки, транспортировки этой нефти. И естественно, конечно, если мы не можем продать на мировой рынок эту нефть, то нам нужно тоже ее куда-то делать, правильно? Мы должны ее перерабатывать. Тут уже вступает в силу технологии нефтепереработки, производства этой нефти из полупродуктов, каких-то важных продуктов с заданными свойствами, каких-то пластиков, каких-то других предметов, биоразлагаемых, каких-то вещей. Сегодня рынок этот огромен, и его нужно расширять, и должны быть какие-то очень маленькие партии этого продукта, очень много должно быть мелких компаний, которые все это производят, все это кипит. Вот такая экономика большая, когда есть и добыча, и, скажем, производство бензина, топлива вообще в целом, производство энергии, и плюс производство каких-то полупродуктов, там, пластиков, каучуков, и вот всяких мелких, как сегодня говорят, средней и малотоннажной химии. Это огромный такой рынок промышленности. Чтобы развивать нефтепеработку, глубокую переработку, нужно опять же большие, очень глубокие ресурсы, средства. И исследования, и ресурсы, финансовые в том числе, которые получаем во многом мы благодаря все-таки первичным изменениям, добыче. Да. Если вот говорить про бюджет, там, вот Россия, бюджет России, да, вот, скажем, бюджет России на сегодня, как минимум третьего, это нефтяные, как бы, прибыли, да. Но если считать, например, те налоги, которые вообще нефтяные компании отчисляют, вообще в целом, да, вот только, не только, скажем, какие налоги, акцизы там всякие, значит, налоги на, значит, природные ресурсы, то это почти половина бюджета России, то есть, если считать вот эти все деньги, да, то есть, и, конечно, из них, значит, и деньги выделять на науку, на, значит, исследования, разработки и так далее, и так далее. А вот, поскольку вы обратили внимание на разность себестоимости добычи нефти в различных регионах планеты, отсюда опять такой политизированный вопрос возникает, насколько тогда все-таки продуктивно искать какие-то общие соглашения, ну, то, что мы называем со странами ОПЕК, да, ведь когда все заведомо в неравных условиях должны договориться о равных каких-то правилах, ну, скажем, о единой политике в области добычи, но для одного это одна себестоимость, для другого другая, для одного это одни потери в бюджете, для другого вообще незначительные. Вы верите в универсальные такие договоренности, или они такие конъюнктурные, временные, вот как сейчас мы видим пока? Конечно, они временные. Вы знаете, в чем, наверное, корень этой проблемы, да, вот нефтедобытчики, они, конечно же, хотят продать свою нефть дорого, вот это самое главное, да, то есть они хотят себе продать дорого, хотя они добывают за 3 бакса баррель, добывают, но он тоже хочет продать за 140 баксов ее, понимаете, то есть, как бы, и из этого, вот этот лозунг, он для всех един, и под этим лозунгом они объединяются, как бы, да, этот лозунг объединяет всех, но когда возникает ситуация, что, значит, потребители говорят, нам больше нефти не надо, тут уже начинает играть другая роль, то есть он говорит, ну, слушай, я не продам дорого, но я продам много, но получу те же самые деньги, да, и все, и начинается война, вот, конкуренция, тут уже цена на них падает, начинает, так сказать, и кто сможет это продержаться на этом, на этой низкой стоимости нефти, тот и выигрывает в итоге, да, вот, потому что любая такая война, она чем заканчивается? Заканчивается тем, что кто-то закрывает скважины, получает убытки, а потом те, кто имел дешевую нефть, они быстро восстанавливаются и опять поднимают цены, и, как бы, вот эта система колебаний, вот этих вот автоколебаний, она, как бы, и работает, да, если бы, скажем, не было каких-то событий, политических каких-то вот импульсов, значит, каких-то влияний, то, наверное, эту, как бы, кривую можно было бы рассчитать даже, да, то есть она бы нефть поднималась, уменьшалась, там поднималась, уменьшалась, и вроде бы играло действительно очень небольшое перепроизводство, или очень небольшое недопроизводство нефти, и это бы, можно было бы математически рассчитать, но, видите, случай, политика, и все это по-другому совсем выглядит. А вот тоже на понимание к вам, как эксперту, мы так живо, мы, прежде всего, гуманитарии, политики, обсуждаем, вот, надо договориться, снизить объемы добычи нефти, договариваются даже и снижать начинают, но ведь нефть, вообще, природные ресурсы, которые бьют, что называется, да, из недр земных, это не водопроводная труба, это ведь не так дешево заткнуть, вот, взять и приостановить добычу. Вот насколько дорого обходится государство, ну, в совокупность нефтяным компаниям, резко вот так, неожиданно по общим договоренностям сократить, и насколько дорого, и реально будет потом восстанавливать, возвращать объемы, если это потребуется. Конечно, это стоит деньги. Тут не только, скажем, технические проблемы, экологические, технические проблемы, да, вот, связанные со скважинами, тут же еще и люди, тут же еще, как бы, понимаете, нужно какого-то уволить, кого-то, значит, отправить, там, не знаю, в отпуск какой-то, и неизвестно, какой срок, когда это все, совершенно это непрогнозируемо. Вот в этом еще проблема, то есть, наверное, даже, очень часто бывают не технические проблемы, а именно вот такие социальные проблемы, да, проблемы, связанные с, значит, работой людей, вот. Эта цена тоже очень разная. Скажем, если в каком-то месте нужно просто краник закрыть, да, то в другом месте это надо, значит, скважину закрыть, значит, закрыть, остановить, после того, после прошедшей скважины, если вот скважину запустить, тоже стоит довольно большие деньги, и некоторые скважины могут там и не запуститься просто-напросто, да, то есть, и здесь, ну, разные же способы добычи, технологии добычи нет, и в зависимости от технологии добычи, вот этот процесс остановки скважин, он очень разный, и очень дорого может обходиться во многих случаях. Ну, вот у нас, например, в республике это дорого, или, вот как вы сказали, даже в республике есть совершенно разные, скажем, месторождения, разные залежи, вот, да, мы добываем же в республике и сверхвязкую несть, которые там, в Пермске битумы, как называемые, да, по поверхности битумы, это одна проблема, тем более, что мы их добываем не так много сегодня, там, 1-2 миллиона тонн в год, да, то есть, это не такой большой объем, и, конечно, вот здесь, например, это очень технологичная, очень высокотехнологичная добыча, остановить такую добычу, это очень дорого, потому что для того, чтобы добыть такую нефть, нужно нагреть пласт, прогреть, вы прогрели, а он нужно остановить, вы уже вложили там десятки миллионов рублей в конкретную скважину, да, и только начали, говорят, давай, закрывай скважину там, подождем, у нас там все остыло уже, да, вы вот эти 10 миллионов рублей закачали, как бы землю погрели, и, понимаете, то есть, это может стоить очень дорого, а может стоить и не очень дорого, например, Девонская нефть, там, наверное, это попроще, но, тем более, что сегодня у нас нет, наверное, практически очень мало таких скважин, которые фонтанируют просто, да, пробурили скважину, нафонтанируют, мы всегда добываем, значит, при поддержке давления, скажем, закачиваем воду для поддержки давления, да, это тоже поддержание давления, значит, нужно перестать закачивать воду, да, это же тоже процессы, то есть, технологические процессы бывают нарушены, и, конечно, это стоит деньги. Сокращение стоимости, снижение стоимости нефти, какую угрозу таит для дальнейших, вот вы уже сказали о поиске новых месторождений, есть ли в этом угроза, вот сокращение стоимости нефти для тех, кто ведет разведку новых месторождений? Это взаимосвязанный процесс? Нет, конечно, взаимосвязанный процесс, вот, вообще, снижение стоимости нефти, это глобальная угроза, на самом деле, это не только Россия, это все страны, которые занимаются добычей нефти, для них это угроза, потому что это сокращение социальных программ, сразу, как бы, да, сокращение бюджетов, как бы, да, это политическая нестабильность сразу, миграция, то есть, это колоссальный такой длинный процесс, большой, то есть, это, по сути, это глобальная угроза. Для России понижение стоимости нефти на мировом рынке — это тоже угроза. Это большой вызов, как мы говорим. Бюджет, вот я поговорил про бюджет Российской Федерации, он складывается из нефтяных доходов. И, естественно, вот этой части нефтяных доходов можно не досчитать. Сегодня, например, бюджет Российской Федерации на 20-25-2022 годы, он посчитан из стоимости примерно 55-57 долларов за баррель. Какова сегодня стоимость нефти, мы уже имеем убытки и недополучение средств бюджета. Если так примерно даже посчитать, за этот год это может вылезть в 10-15%. А представьте, какие огромные социальные программы не смогут быть профинансированы. И, конечно, для тех, кто ищет нефть, тоже, если, скажем, нефтяная компания получает убытки, она прекращает просто из поиска нефти, вынуждена прекратить поиск нефти. Здесь государство вступает в эту игру, и государство выделяет определенные средства, которые складываются из налогов нефтяных, естественно, на поиски каких-то территорий, которые потом они нефтяным компаниям продают. То есть эта работа продолжается. Мы теперь говорим об усилении роли государства. Да, государство должно, естественно, потому что нефтяная компания, она как бы и многие сегодня в эпоху глобализации все считают деньгами. Если за экологические нарушения есть штрафы, то они будут отвечать. Если нет, значит, ребята, это вот в деньгах никак не считается, для меня это не важно. То есть такая вот экономика, основанная чисто на расчетах денег, она как бы, наверное, мы понимаем, что она несовершенна. Понятно. И здесь то же самое. Компания имеет убытки, она, естественно, не будет продолжать, хотя она понимает, что если она не будет искать новые месторождения, то у нее как бы будущего нет. Но у них есть экономические, так сказать, законы, рублем, долларом. Такая проблема существует. И поэтому они ищут, привлекают такие технологии, которые являются подешевле и поэффективнее. Тут, конечно, наука должна работать. Вот у нас тоже есть несколько таких проектов, когда мы, например, используя какие-то дистанционные технологии, например, спутниковые технологии, вот сегодня, мы довольно большие территории говорим, что вот на этих территориях нефти нет или газа нет, не надо его искать здесь, как бы отстаньте. А вот эти территории представляют собой себя перспективные территории, где нужно более подробно начинать искать. Вот такие технологии мы используем. Сегодня мы с «Газпромом» большой проект начинаем, по Восточной Сибири, по Шельфу, Карского моря, Сахалина, где мы используем вот эти технологии, моделирование вот этих процессов образования нефти, миграции ее. Мы прогнозируем поиски различных залежек. Кроме того, вот большая компания, у нее есть большое месторождение нефти, где вот они добывают фолиоид, в котором 3-5% нефти на самом деле. То есть там вода, и вот в этой воде, вот этой жидкости 3-5%, потом это сепарируется, выделяется, там куча технологических процессов. Конечно, это дорого. И вот сегодня они говорят, давайте вот надо искать нефть, наверное, там, где вот мы добываем уже. Там, где у нас сейчас трубы есть, инфраструктура, скважины, люди есть, все, социальная инфраструктура есть. Давайте там искать нефть. То есть вот это тоже один из таких, скажем, таких возможностей, которые позволяют вот эту дешевую нефть найти прямо там, где ее добывают. Вот давайте пробуем скважину не вот здесь, а вот здесь пробуем, и вы получите, скажем, уже нефть практически без воды. Вот такие технологии тоже существуют. Мы сегодня вот совместно с Тротой нефтью разрабатываем такую концепцию, и мы называем ее парадигма, новая парадигма разработки старых месторождений. Вот и старые месторождения гиганты. У России таких месторождений около 10. Крупные месторождения, там в Западной Сибири, там в Восточной Сибири сейчас есть месторождение, да, вот в европейской части. И эти месторождения могут получить новую жизнь, на самом деле. Вот внедрив эту технологию, мы можем увеличить, на первых, запасы этих месторождений, резко сразу увеличить запасы. И добывать более дешевую нефть, не вкладывая в инфраструктуру, потому что инфраструктура уже существует здесь. Понимаете? То есть, если, скажем, мы пойдем на шельф, и будем там, скажем, будет новая скважина, это очень дорого. Шельф нужен нам, с точки зрения геополитики, да, но сегодня, скажем, идти, это дорого. Это государство может себе позволить, вот такие вещи, планируя какие-то большие планы, значит, делая большие планы, вот на шельф, там, на северные, там, территории какие-то, да, можем пойти. Но если говорить о низкой себестоимости нефти, то нужно ее искать там, где сегодня есть инфраструктура уже. А нет ли угрозы вообще сворачивания, существенного сворачивания работ по поиску новых месторождений, либо вот близлежащих, скажем, да, о которых вы сейчас говорили, на фоне вот общего снижения потребления нефти, газа в мире, когда, ну, просто, что искать новое, это бы все сейчас докачать, так вот, обывательство. Да, можно, конечно, можно сделать так, что пускай... Соответственно, придется унижение вложений вот в эти направления, в том числе и научные деятельности. Вы знаете, наверное, если бы, скажем, на земле жило одно государство было, то, наверное, это можно было бы сделать, да, потому что государств много, да, например, арабские страны, у них нет дешевых сегодня, на заливе нет дешевых. Они могут себе позволить, скажем, это делать, но мы-то тоже, у нас, природа нам подарила вот эти месторождения, да, они у нас есть, у нас есть инфраструктура, специалисты, люди, мы умеем это делать, ну, неужели мы это возьмем, сейчас сегодня бросим, да, нет, конечно, мы будем этим заниматься, как бы, да, и, конечно, мы будем добиваться минимальной себестоимости, и будем эту нефть добывать, потому что мы не только будем ее продавать за рубеж, мы, даже если она будет дорогая, то мы будем успевать ее перерабатывать и будем продавать за рубеж уже те вот продукты с высокой добавленной стоимостью, которые мы из этой нефти сделаем. вот, я к тому, что как долго государство и там, где нефтекомпания еще участвует, готовы терпеть, скажем, работу ученых, исследователей, недр, ведь это ни одного дня, ни неделя работа, да, вот, если вспомнить историю поиска сибирской нефти, там вообще чуть не попересажали ученых, потому что они так долго искали, им говорили, куда же деньги-то тратите, вот, сейчас им памятники ставят, а тогда, в общем, ну, терпения у государства хватило все-таки, а сейчас, когда вот такая нестабильность, мы же начали с экономики и политики не зря, чтобы просто не хватить терпения, скажут, ну, знаете, что значит терпение? Деньги для государства нужны? Да. А где их взять вот сегодня конкретно? Сегодня мы не можем их взять из высоких технологий просто, так сказать, давайте мы бросим заниматься нефтью, займемся айти, и вот из этого дела, значит, выкачаем вот эти налоги, чтобы, так сказать, содержать всю эту вот инфраструктуру. Ну, есть такие крики вообще. Да, призывы. Вы знаете, надо быть, мне кажется, трезвым в этом направлении. Вот если посмотреть, вот мы сегодня потребляем много энергии, да, значит, условия жизни человека улучшаются, человек привыкает к хорошему, да, ему нужно свет, тепло, там, теплая вода нужна всегда, и летом, и зимой, там, нужно все это делать, да, человек, и людей, количество людей растет, потребление энергии будет расти. По всем таким вот прогнозам, в середине века оно должно вырасти в полтора раза. Вот, хотя, это с учетом экономии. Вот, кстати, пандемия показала, как мы можем экономить нефть, да, мы можем, самолеты не летают, поезда там ходят мало, машины почти не ездят, да, и говорят, бензин не надо, не надо, не надо. Замечательная история. Меньше, да, добывать нужно, и нам не нужно столько нефти, действительно, вот этот полпадокупорвал, но не думаю, что все время так будет. Пандемию эту мы преодолеем, естественно, конечно. Когда, это непонятно, но в любом случае преодолеем. Потребление нефти вернется обратно, потому что все говорят, вот давайте будем возобновляемые источники энергии, вот используем, да, возобновляемые, давайте будем нефть, это не экологично, вы знаете, я бы за, и все бы за, но сегодня возобновляемые источники энергии, ну, в Соединенных Штатах это несколько процентов, да, Китая может быть немножко больше сейчас уже стало, в середине века максимум, что может обеспечить возобновляемые источники энергии, самые радужные оценки, это 30 процентов, остальные 70 процентов энергии будут угоднородной, то есть это уголь, газ, нефть, причем уголь не потеряет своих позиций, почти не потеряет, он сегодня из-за угля добывается почти 30 процентов энергии, в среднем, ну, для всей Земли, так как бы, да, в масштабах всей Земли, к середине века это будет 15-20 процентов, вот если бы даже мы уголь заменили газом, это был бы колоссальный, значит, вклад в экологию, на самом деле, в Соединенных Штаты более 23 процентов энергии производят из угля, понимаете, то есть, и, конечно, газ, нам, вот, газ это здорово, причем для России это здорово, потому что Россия держит примерно четверть мировых запасов газа, имеет, да, и газ это вообще суперэкологичное топливо, на самом деле, вот на сегодняшнем этапе, если мы, скажем, все перешли на газ, это вообще было бы здорово, поэтому говорить о том, что давайте прекратим добывать нефть, или не будем искать, это, по крайней мере, даже не глупо, как-то совсем уже, непонятно будет, потому что, зная, что впереди, вот, до 50-го года, пока мы не видим других источников энергии, кроме вот углеродных, практически на 70 процентов, ну, пусть даже на 60, да, да пусть даже на 30, скажем, да, грубо говоря, но это невозможно, потому что сегодня, возобновляемые источники энергии, вот, ну, какие вот ветер, там, солнце, да, они тоже не такие уж экологичные, и для их, скажем, создания вот этих вот, значит, производств, или вот этих вот, вот этой техники, нужна опять нефть, нужна энергия, понимаете, то есть это такой, Ну, я еще и к тому, что у университета есть вторая составляющая образования, то есть люди, которые, скажем, выберут своим направлением профессионального интереса, геолого-разведку, разведку как раз углеводородных ископаемых, они не останутся без работы, в перспективе, там, 23, ну, экономически активной жизни своей, конечно, вот я думаю, что до середины века, вообще даже нет, потому что, ну, придумать, хотя может случиться какое-то такое открытие, что мы сможем, там, термояд окажется, там, совершенно, там, просто вот взяли, там, и вот холодный термояд, там, и вот энергия поперла просто, как бы, да, бесплатная какая-то такая энергия поперла, ну, ну, можно допустить какую-то вероятность, что такое может случиться, но вот все имеющиеся на сегодня оценки научные, по современным оценкам научным, они показывают, что вот примерно такой будет вклад возобновляемых источников к середине века, из того, что мы знаем. А вот вообще про большую науку, пока далеко не ушли, чуть-чуть от нефти, а вообще к большой науке. Вот, поскольку вы как-то и про науку, вот, и про нынешнюю ситуацию, пандемию вспомнили, вот, наблюдатели, ну, наблюдатели, опять же мы все, да, рядовые граждане, что называется, вдруг обратили внимание, что вот вирус, вот, что-то такое незаметное совсем, да, а что-то наука не сильно адекватно откликнулась, все ли в порядке в большой мировой, но не про нефтехимическую науку, да, вот в целом про уровень научной готовности сегодня к вызовам, неожиданным, глобальным, причем к таким ключевым, как здоровье человека, безопасность человека, как-то ощущение складывается, что не очень наука оказалась готова, а рейтинги, которые нам все время показывали, что вот это великий университет, вот это великий исследовательский центр, вот это прямо суперученые, и их лаборатории, не слышно оттуда ничего, та же полемика, что и среди наших ученых, они ничуть не хуже смотрятся. Да, я с вами абсолютно согласен, действительно, казалось бы, значит, такие огромные количества статей, такие огромные, значит, лозунги, цифры, там, показатели, такие гигантские, да, вот вообще сейчас время показателей, да, сколько статей опубликовали, сколько сослали, сколько денег потратили, сколько, значит, там, заработали на этом деле денег, да, и вот действительно, появилась реальная такая, катастрофическая ситуация, в которой, мы, как бы, нет такого отклика, который бы, скажем, завтра вот решил проблему, да, действительно, проблема очень сложная, да, и для того, чтобы решить ее, требуется время, то есть, есть какие-то регламенты, даже вот есть научные, да, то есть, чтобы какую-то вакцину ввести, например, в действие, нужно время, нужно ее испытать на людях, на животных, на людях, там, да, все это привести, Это требует определенного времени, год-полтора. Наверное, эти компании, эти научные центры работают сегодня. Но как-то вот действительно я слежу все-таки за этим делом. Публикаций очень много в этом направлении. В мире во всех этих журналах, в суперрейтинговых журналах очень много публикаций. Но вот каких-то реальных продуктов на сегодня нет. И даже нет иногда даже ответов на простые вопросы. Например, нужно маску носить. То есть, каждая вещь требует глубокого исследования. Вот говорили, что давайте мойте руки, потому что этот вирус. А вот глубоких исследований, того, что после того, как этот вирус попал на какую-то поверхность, его взяли, исследовали, посадили куда-то, и он заработал, этот вирус начал действовать. Таких вот, да, появляются такие исследования, они сильно несложные. Но даже вот таких стопроцентных рецептов даже нет. Понимаете? Хотя одни говорят, маску надо носить, другие говорят, не надо носить. Надо носить больному, надо здоровому. Короче, вообще надо носить, конечно, все это дело. Маски носить, пересадки носить, да потому что береженого, что называется, Бог бережен. Да, то есть, уже не наука, а как бы другая сторона этой проблемы. Согласен с вами. То есть, такого резкого вот, что наука готова прямо и не прямо, она повернулась лицом к этой проблеме и тут же ее решила, такого, конечно, нет. Хотя вот я скажу, что в России, вот я не знаю, может быть, как бы я смотрю вот те источники, которые могу смотреть. В России, например, достаточно большой отклик ученых. И вот даже в Казанском университете у нас, да, у нас есть группа, которая этим делом серьезно занимается, да. И занимается разными аспектами этой проблемы. И привлекает, значит, средства на это дело, значит, находим мы и сами средства на это дело, значит, закупки делаем, значит, зарплату платим людям. То есть, мы видим, что реально ученые работают, хотя наш университет не находится там в первых рядах, там, медицинской элиты мировых вузов, да. Да, вот что очень показательно. И в России есть другие центры, другие университеты тоже работают, и вакцину какую-то делают, какие-то люди, значит, делают эксперименты, которые мы видим, да, и мы их видим, и видим, что вот по телевизору их показывают, реальные, значит, статьи они пишут. То есть, в принципе, в общем-то, оказалось, что вот эта вот, может быть, холеная, большая какая-то академическая там наука, многомиллиардная, да, она, может быть, действительно где-то и, может, и оказалась, ну, не способна так вот быстро реагировать, да. Опять же, по вопросу денег возвращаемся, не всегда и не все деньги, оказывается, совершают в науке. То есть, когда-то вот не все деньгами можно измерить, да, какие-то вещи не всегда можно измерить деньгами. Ну, экономика развивается, как бы, да, раньше и денег не было, да, как-то мерили, да, сейчас деньги появились, меряют, наверное, в будущем, вот, немножко мы будем и другие факторы учитывать, но экономисты все, пытаются все перечитать, в конце концов, деньги, потому что это очень удобно, красиво, это, как бы, непонятно, но всегда остается некая часть, которую деньги перечитать невозможно, и мы стремимся, как бы, опять ее деньги перечитать, да, вот, оказалось, что не совсем это все просто, вот. Конечно, наука, мировая наука, конечно, она очень интересными вещами занимается, фундаментальной наукой, например, да, начиная, там, я не знаю, от, там, каких-то далеких, там, сверхновых вспышек, кстати, вот, наш, значит, российский, германский телескоп, регеновский, да, там, два телескопа, он, значит, был успешно доставлен на орбиту, там, вот, на эту точку Лагранжа, который он должен был находиться, и сегодня приносит очень интересные данные, значит, сканирует... Данные с колоссальным разрешением, значит, в гамма-диапазоне, то есть это рентгеновский телескоп, который наблюдает массу процессов, которые мы просто в оптическом телескопе не видим, вот, с Земли, и с космоса тоже не видим, и вот наш телескоп, который находится, раз уж про науку, в Турции, он успешно ведет оптические наблюдения вот тех процессов, тех событий, которые вот этот телескоп, значит, получает, перешла эту информацию нам, и вот мы наблюдения эти ведем совместно, значит, нашими коллегами из Института космических исследований других институтов, и, значит, зарубежных коллег из Германии, из других стран мира, вот, такой очень интересный, то есть, вот такие вещи мы делаем сегодня, да, и, конечно, мы делаем такие вещи и в медицине, и, в том числе, и вот, науках о Земле, там, физике, то есть... Вот, вот, просто обыватели, так скажем, да, людей, которые просто интересуются наукой, вот, все это происходит. Конечно, вот, посмотрите на нашу науку сегодня, с точки зрения, например, через сто лет, наверное, вот мы когда смотрим на науку, которая была сто лет назад, мы говорим, ну, да сколько было, все, как бы, понятно, люди вот это понимали, а сегодня все это перевернулось, и мы все это понимаем совсем по-другому, да, вот. Конечно, сегодня много людей работает в том направлении, в котором мы увидим через некоторое время, что мы вообще ничего не понимали, вот, когда-то, да, вот, скажем, в этой генетике, в этой, да, там, или там физике, например, да, физике вообще, мы же ключевых вещей не понимаем сегодня, да, что такое пространство, что такое время, что такое энергия, да, что такое масса, это все мы не понимаем, на самом деле, сегодня, да. Мы пытаемся это понять, строим огромные коллайдеры всякие, пытаемся, смотрим на звезды, что в процессе происходит, пытаемся это понять. На самом деле мы не понимаем самых элементарных вещей. То есть наука, она бесконечная, наверное, наука. Мы, может быть, никогда этого не сможем понять. Как человек появился, как он развивался, как вот этот ген за эти миллиарды, несколько миллиардов лет, это же катастрофическое большое время, превратился вот в это состояние. И я думаю, что мы сегодня просто так это понять, скажем, вряд ли сможем сегодня. Вот применительно, кстати, к пониманию обывателя, вы сами на этом акцент сделали. Вот мы говорим с гордостью, что вот наш там летает Казанского университета, сканирует, работу производит огромную. А вот обыватель сидит и спрашивает, и что нам, что это даст прикладной, скажем, науки? Вот я уже говорил об этом, да? Вот этот мостик все время очень трудно понимаемый рядовым человеком, между фундаментальным и прикладным. Вот сегодня я вот в этой передаче говорю, что в середине века 70% энергии, она будет углеродной, да? Да. Это я и говорю сегодня, да? Да. А через 30 лет скажут, вот там какой-то человек говорил, мы уже придумали вот энергию, которая вот исчерпается, вот открывает экранники, снимает бесконечное количество энергии. Ну, может быть, так не будет, но, в принципе, вот термояд, это же, как бы, энергия, она очень дешевая, но сегодня мы не можем сделать материалы, которые могли бы вот этот реактор удержать. Там огромный поток нейтрона, который разрушает все, как бы, да? Вот если создать эти материалы, то, ну, во-первых, могли бы лететь на Марс, могли бы сделать этот вот реактор термоядерный, да? То есть, есть проблемы технические, которые мы уже понимаем их, как бы, глубоко, вот фундаментально, да? Но технически мы не можем преодолеть вот эти проблемы, которые могли бы позволить бы получать огромное количество энергии. Если мы могли бы, скажем, эту проблему решить, а может быть, она будет через 20 лет решена, а может, через 10 лет, а может, уже кто-то вот завтра напишет статью, в которой будет написано, что вот эта вот проблема решена. То есть, я, вот для чего нужна фундаментальная наука, понимаете? Тогда мы получим энергию, которой не будет, скажем, при этом не будет эмиссии метана, там, углекислого газа, у нас перестанет изменяться климат, как бы, на Земле, да? И мы, так сказать, скажем, вздохнем спокойно и скажем, ребята, мы не будем загрязнять нашу Землю. Мы вот на этой зеленой, голубой, прекрасной планете будем жить долго-долго в мире и в согласии вот с таким дешевым источником энергии, который для всех все успешивает. Для этого нужна фундаментальная наука. Без нее мы никуда не двинемся. Ну да, ну и нужны, конечно, специалисты, которые готовы применить достижения фундаментальной науки в практике, в прикладных исследованиях и уже потом в производстве. Вот этим мостиком в том числе выступает и институт, который вы возглавляете. В том числе, не только этим, но в том числе. Вот мы уже дали надежду тем, кто хочет себя посвятить и думает, посвятить для себя, скажем, геолого-разведке, вообще разведывательной деятельности с точки зрения ресурсов природных, экскопаемых, углеводородных. Понятно, что для вас все направления подготовки родные в институте, и вы каждую из них любите одинаково. Все-таки какое вы бы обозначили как, может быть, наиболее интересное, ну если не приоритетное, то во всяком случае очень-очень долгоиграющее, где и специалисты очень востребованы, а еще больше будут востребованы, может быть, даже сейчас этого не понимают. А вы уже предлагаете этот спектр знаний, которые им потом поможут в жизни на десятилетия вперед состояться. Интересно, да, конечно, геология, вот институт геологии нефтегазовых технологий, это огромный спектр проблем, исследуются там, есть специалисты в самых разных областях, начиная там от исследования космической пыли, которая падает на Землю, да, и которая несет информацию о тех планетах, которых сегодня уже нет в Солнечной системе, но они когда-то там 4 миллиарда лет назад были, потом они взорвались там, лопнули там, не знаю, пыль это была развеяна, потом она упала на Землю, и мы можем это найти, да, кому это интересно, да, это просто интересно. Вот знаете, все, что просто интересно, это когда-нибудь выходит на практику, в любом случае, да, то есть это имеет какой-то выход, да, все равно, потому что это, это сведения о фундаментальных процессах, которые происходили или происходят сегодня, вот, это вот начиная от космической пыли, кончая там, вот исследованиями нефтяных резервуаров, да, вот, но вот сегодня в геологии мы вот все время говорим нефть, нефть, нефть на самом деле, да, на самом деле ведь Земля наша, вот наши вот ресурсы, которые у нас есть, у нас, мы вот говорили о шестой части Земли, помните, да, она сейчас немножко меньше, да, восьмая говорят, да, ну, неважно, да, ну, от гигантская до сейчас Земли, значит, находится вот в нашем, как бы, владении в России, да, и на этой Земле, в этой Земле чего только нет, на самом деле, то есть это гигантские природные ресурсы, это и вода, и воздух, и лес, и вот все остальное, все, что залегает под землей, и золото, и алмазы, и нефть там, и редкие металлы, и цветные металлы, и уголь, все, что угодно, как бы, да, вот, вот, и, конечно, и это все нужно исследовать, изучать, находить применение ему, да, то есть вот это все нужно исследовать, это Земля, Земля, это, даже есть такие теории, когда говорят, Земля, это живой организм, это вот действительно такой организм, вот, он начинает там что-то где-то плохо делать, да, она там отзывается вам плохо, да, то есть это некий такой сложный организм, который работает, он зависит от многих процессов, там, зависит от того, что мы там вот метан испускаем, вот мы гидроразвит пласта делаем, Метан выходит, а метан в 20 с лишним раз более парниковый газ, чем углекислый газ. И все это меняет нагрев планеты, и климат будет менять. То есть эти проблемы связаны с экологией. Другая проблема связана с обеспечением человечества водой, чистой водой. Чистая пресная вода. Да, если у вас будет много энергии, мы возьмем в океане, преснять будем, и все, проблем никакой нет. Но опять нужна энергия. А сегодня запасы чистой воды в России, гигантские запасы, где-то странам не хватает. Просто они пьют из лужи люди, показывают фильмы, люди пьют банки, фильтруют что-то и пьют эту воду. Умирают, не доживают до 25-30 лет. То есть вообще, как это, и в будущем, сегодня уже геополитические не войны, скажем, а подвижки есть, связанные с водой. Не с нефтью, а с водой. А в будущем эти проблемы будут усугубляться. То есть, где взять чистую воду, как ее, скажем, сохранить, как ее очистить. Это нужна энергия опять. А вот у нас гигантские территории, где чистая вода просто залегает. Вот есть Байкал, который огромную долю пресной воды, земли содержит в себе, этот Байкал, это озеро. То есть, это огромный. И, конечно, мне, как геологу, как геофизику, конечно, интересно просто проекты или направления, которые просто интересны как человеку. Я вот люблю путешествовать. Вот я в прошлом году успел в ноябре съездить в Чили, пустыню Атакама, собирать метеориты. Вот это для меня интересно. Метеорит — это колоссальная информация о планетах, которые были в прошлом. Это вообще информация о том, из чего состоит Земля, скажем. Откуда мы знаем, что в центре Земли, что там есть, какие элементы есть и сколько их там. Мы это знаем из метеоритов. И сегодня вот мы можем узнать, например, это в том числе и связано с нефтяной проблемой. То есть, как эти нефти образуются из этого органического вещества, как это все приогревается, откуда тепло берется, откуда эти радиоактивные элементы. Почему в одном месте кора устроена так, в другом месте земная кора устроена по-другому. Здесь нефти не может быть, а здесь она может быть. То есть, это тоже глубокий фундаментальный вещь. То есть, все это связано. Вот этот живой организм Земля — это вот то, с чем вы столкнетесь, когда придете учиться на институт геологии и нефтегазовых технологий. А дальше может быть воду, нефть, может быть алмазы, может, золото вам интересно. То есть, может, вы хотите поехать там жить на Камчатке, там вулканами заниматься, пожалуйста. То есть, для меня это вообще самое интересное. Вообще, у вас интересно, если даже вспомнить историю применительно гуманитариям. Вы же и гуманитариям подарили много выдающихся людей. Конечно, да. В том числе и Казанский университет. Абсолютно. Да, выдающихся совершенно кинематографистов. Кинематографистов. Артистов, писателей. Артистов, писателей. Компанию Google там создавали люди, которые вообще занимались изначально исследованиями пород. Там, где чего-то глубоко в земле, в большой массе чего-то найти нужное. То есть, отсюда пошел счет, да, как искать в большой массе что-то очень нужное и быстро. В этом смысле мы куда ближе друг к другу, чем нам кажется. Я, опять же, призываю обратить внимание на тот спектр знаний и специфических, профессиональных и общечеловеческих, общегуманитарных, которые дает ваш институт. В данном случае ваш институт. Не сочтите за агитацию, ну, просто напросилось. Ну, такими, да, вот Казанский университет. Это очень интересно. Есть какими геологами гордиться, да, и исследователями. Вот к вопросу о том, кем гордиться, вот вопрос еще, сейчас мы вернемся. А, вот как раз вопрос пришел в тему того, о чем я и хотел тоже еще успеть акцентировать, на чем хотел успеть акцентировать внимание. Вот, опять же, в это непростое время очень серьезные опасения есть у той группы ученых, исследователей, которых мы причисляем к молодым. Если ученые, ну, так уж, скажем, в возрасте, да, понятие возрасте как-то некрасиво звучит, ну, в возрасте, скажем, да, они во многом уже стали заложниками своих исследований, идей, фанатиками, в хорошем, конечно, смысле. И, да, конечно, материальная сторона их волнует, но, ну, поскольку, поскольку уже, вот, она позволяет жить более-менее комфортно. А вот молодые-то, которые еще входят в большую науку, в большие, сложные, часто многолетние исследования, а тут еще есть опасения, что какой-то внешний контур комфорта будет нарушен. Что происходит сейчас с грантами, с иными форматами поддержки молодых ученых? Могли бы вы прокомментировать сегодня ситуацию? Ухудшится это, останется на прежнем уровне. Есть какие-то еще идеи для того, чтобы стимулировать их, а, нахождение здесь, чтобы не уезжали, и, б, ну, пребывание в достойных условиях? Нет, ну, конечно, вот, вот эта вся ситуация, она, конечно, как-то повлияет, потому что бюджет, я же говорю про бюджет, бюджет, конечно, он пострадает, без сомнения, да. Ну, вот, если говорить о сегодняшнем дне, ну, во-первых, национальный проект есть, наука, да, есть 12 национальных проектов, по сути дела, в каждом из них есть образовательные, так скажем, средства, образовательные проекты и научные проекты есть, в каждом из них практически есть, да. И есть специальный национальный проект наука с огромным финансированием, который уже действует, как бы, да, и есть национальные научные фонды, это российский научный фонд, российский фонд фундаментальных исследований, другие фонды, федеральные целевые программы, скажем, различные гранты министерства образования и так далее, других министерств. На самом деле, механизмов финансирования вот этих вот, ну, по сути, речь идет о финансировании этих ребят, да, они заканчивают университет, защищают диссертацию, и после этого они думают, что делать, как уехать там за рубеж, пойти работать в компании, а остаться в университете, вот. Я скажу то, что очень многие хорошие ребята остаются в университете, конечно, и мы с удовольствием их оставляем, потому что, вот, нам самим нужны хорошие люди, да. Вообще, университет, да, университет, это же точка притяжения талантов, на самом деле, да, это, и главная цель университета, это привлечение талантов, талантливых студентов, талантливых преподавателей, талантливых ученых, талантов. Вот, если не будет талантов, не будет университета. Будем мы собирать этих людей, вот, самых талантливых студентов, оставлять у себя, сможем мы их оставить, мы будем развиваться, не сможем мы их оставить. Было время, когда все разбегались, и мы вынуждены были оставлять людей, которые... Ну, он остался, слава богу, оставаясь, одеваться некуда. Это был путь, знаете, в катастрофу, путь просто, я не знаю, никуда, на самом деле. Это было, мы это помним, и, к сожалению, мы сейчас с трудом это преодолеваем, потому что все это еще, остатки всего этого есть, я не говорю, потому что это плохие студенты были, но мы могли набрать лучше, понимаете? Чтобы развиваться, нужно все время двигаться вверх, а не, скажем, по плоскости. И, конечно, сегодня Казанский университет, он участвует во многих фондах. Если говорить о сегодняшнем, например, то около 350 грантов сегодня Казанский университет ведет, значит, это примерно 250 грантов, это Российский фонд фундаментальных исследований. Половина из них это для молодых сотрудников, по сути дела, да, этих грантов. И плюс где-то 75-80 грантов Российского научного фонда. Это очень большой объем, это примерно по деньгам, это полмиллиарда рублей, например, да, такая сумма. Вот эти деньги, это грантовая поддержка ученых, которые вот занимаются просто чисто вот наукой занимаются, он, да, он может даже не преподавать, ну, преподает немножко, скажем, да, он занимается наукой, это он в итоге обеспечит какую-то себе зарплату достойную, да. Ну, средняя зарплата университета, она в два раза как минимум выше, чем по региону, она высокая, да, она где-то, я не могу сказать сегодня точно, это где-то 70-80 тысяч рублей, средняя, так сказать, да, и она позволяет как-то вот достойно многим, значит, ну, конечно, средняя, понятно, человек один получает больше, другая поменьше немножко, но в целом, в среднем, она позволяет, значит, вполне хорошему ученому содержать, скажем, семью молодому человеку. Конечно, хотелось больше, потому что люди, которые в возрасте, как бы, сказали, им уже не нужно, так сказать, много денег, у них квартиры есть, все у них обостроено, все у них там протекает, так сказать, нормально в фоновом режиме таком, да, а молодому человеку нужно квартиру лучше, там, у него дети рождаются, там, ему нужно это, машину, дачу, там, все это нужно организовывать, ему вот это нужно, конечно, я это понимаю, и понятно, что мы стремимся этих ученых, которые поддерживают. У нас есть свои гранты маленькие, не очень большие, но гранты, мы им доплачиваем лучшим ученым, проводим разнообразные конкурсы, там, свои гранты разыгрываем, да, мы стараемся поддерживать, и, конечно, у нас есть, понятно, такого кадра резерва, и каждый директор института, у него есть некий список, который он говорит, вот этих людей надо поддержать, надо, есть даже список людей, которые директор института не может уволить без разрешения ректора, То есть есть люди, которые вошли в золотой фонд ректора, который он сам контролирует лично. То есть если даже директор хотел уволить его, он не сможет уволить, потому что он должен спросить разрешение у ректора. Ректор ему не позволит этого сделать. То есть, конечно, у нас есть... Это, кстати, тоже очень важно. И молодым людям это важно, мне кажется, услышать. Потому что часто тебя посажают, что тебе не дадут карьерного роста, и тебя просто попросят, уволят. Таких людей сохраняют все-таки. Да, конечно. Потому что, понимаете, в сегодняшнем мире колоссально важен человек. Не будет человека. Вы можете купить прибор многомиллионный, там какой-то поставить, там задачи получить, проект получить. У вас не будет человека этого делать, и все. И вот еще вопрос, который подошел. Скажите, пожалуйста, какова общая сумма грантов, выигранных КФУ по итогам 2019 года? За 2020 рано еще говорить? Да, я бы сказал эту сумму, скажем, Российский научный фонд, плюс, ну, если говорить о сумме, общей сумме 2019 года, научных исследований, это 2,3 миллиарда рублей. Вот такая огромная сумма, такая, да. Большая часть этих денег, она каким-то образом выиграна. Это либо, значит, программа повышения конкурентоспособности, так сказать, либо это какие-то гранты, вот, Российского научного фонда, значит, Российского фонда фундаментальных исследований, федеральных целевых программ. Это проекты по мегагранты 220-х, приглашения ведущих ученых, либо мегагранты взаимодействия с крупными предприятиями, да, вот таких грантов у нас тоже, значит, 3 гранта таких сейчас есть, они довольно большие, то есть, это в районе 100 миллионов рублей в год, да, вот, то есть, вот общая такая большая, достаточно большая сумма этих грантов. Вот вы, когда говорили о возможностях для молодых ученых, для начинающих исследователей, еще ведь одна важная новация, которая вот с прошлого года активно внедряется в КФО, время, к сожалению, так быстро, как это время пробегает, но все-таки, давайте вот успеем о ней сказать, связано с возникновением здесь собственных диссертационных советов. Не секрет, что последние, ну, начиная там с середины 90-х уж точно годов защититься, ну, то есть, получить некий статус в научном мире, в большом научном мире, было и дорого, и муторно, а часто и негде. Вот как сейчас обстоит работа этих диссертационных советов в Казанском университете? Ну, конкретно сейчас она установлена, конечно, вот этим... Ну, мы не про пандемию, мы договорились, она уйдет. На самом деле, вы знаете, вот, что это нам дало, вот эта вот возможность создания собственных советов, у нас сейчас около 40 собственных советов диссертационных, их стало больше, чем было раньше. Вот в Аковских советов было, у нас, где-то, около 25-26, вот такое количество, сейчас около 40, и количество их будет увеличиваться не сильно, я думаю, я думаю, где-то около 50 будет максимум советов у нас. Это позволило открывать советы в направлениях, которые вот раньше у нас, раньше у нас и не было, просто, да? Например, очень много советов в медико-биологической области мы открыли. Это совершенно новое направление. Вот, если бы, скажем, это были и ВАковские советы, наверное, было бы сложно, это вот все, это организационные, вот эти подготовительные работы были бы гигантские, вот эти вот большой административные машины были бы, наверное, сломлены просто-напросто. Сегодня мы это сделали, но это не означает, что мы сейчас вот будем диссертации печь, как пирожки, да? У нас очень жесткая система, и вот я не буду говорить, у нас вот эти, мы заворачиваем диссертации, даже защищенные диссертации мы заворачиваем, у нас есть свой ВАК, две администрационные комиссии, гуманитарные. Вот это важный вопрос о качестве, да? Качество, да, потому что, понимаете, если мы вот сейчас будем, подведем вот эту систему, то мы ее дискредитируем для всего университета. Если даже один совет, вот сделать что-то такое нехорошее, да, и потом это выяснит, что вот было так, это было недостойно там, это вот было плагиат или что-то там, статьи были недостойные, то мы дискредитируем всю систему. Поэтому мы очень внимательно относимся к каждому совету. И очень требуем, потому что теперь мы сами ВАК. У нас вот есть две администрационные комиссии, которые как ВАК, и уже президиум ВАК, это совет. Мы даже на большом совете голосуем за, значит, утверждение той или иной диссертации, потому что сам диплом кандидата наук подписывает представитель совета и ректор подписывает. То есть это диплом кандидата или доктора наук Казанского федерального университета. То есть это наше вот, это вот наше качество. Если, скажем, где-то это всплывет, такая вот липовая диплом какой-то такой, я так уж говорю, да, грязно вырюкался практически. Вот тут, да, это будет очень позорно для нас. И поэтому мы, конечно, к этому относимся очень серьезно. И поэтому я не скажу, что стало защищаться легче, но, по крайней мере, это возможно. И потом вы не связаны, скажем, с какой-то голосальной бюрократией. Если вас отошьют, там, скажем, вот, отошьют, просто, скажем, ребята, давайте делайте, да. И потом отошьют на этом этапе, на этом, даже на этапе защиты могут отшить, да. То есть, ну, это наше дело внутреннее, понимаете. То есть мы не выходим куда-то там. Никто нас не начнет теребить, почему вот эту дистанцию отклонили там, да. Мы сами решаем. То есть я считаю, что мы сами еще более строго, чем ВАГ, подходим. И должны это делать, понимаете. Но вот это открыло новые возможности. По крайней мере, домогрессы истерно помогают, да. То есть, понимаете, все равно и защита, конечно, становится больше. Я не скажу, что сейчас мы резко повысили количество защиты, но их становится больше. Потому что люди работают здесь, здесь же председателя Совета, здесь же администрационный Совет, здесь же администрационная комиссия. И все вместе мы тут же обсуждаем. Мы говорим, нет, это не годится. Давай, давай, спокойно переделывай. И спокойно давай, иди вот, напиши статью, приходи, будем обсуждать. То есть, мне кажется, это очень хорошо. Потому что на Западе эта система настолько упрощена, но она при этом остается такой жесткой и завязана на авторитете университетов. Это самое главное, это очень глубокое такое понятие, фундаментальное, понимаете. Вот это здорово. А не то, что там какой-то вак отвечает за что-то, извините, вот я так говорю, да. А это вот наше лицо, это наш авторитет, наша совесть, наша честь. Вот так. Вот на этом бы можно было сегодня и завершить. Может быть, только один еще короткий на уточнение вопрос в завершении. Не раз мы вспоминали, что непростой год. Очень непросто начинался, идет и, наверное, и закончится. Очень непросто теперь уже. Вот есть научные исследования, области знаний, в которых пришлось свернуть научные работы. А может быть, даже и наоборот. Новые какие-то направления развернулись. Вот, наверное, новые. Вот новый вызов появился, который раньше мы считали, что он вызов существует. Сегодня мы его увидели. И мы увидели его последствия. Они не только в медицине, они в разных других областях. В образовании, понимаете, даже в той же самой нефти, в геологии даже той самой, да, психологии. То есть появились, мы реально увидели новые, значит, реализации этого вызова, который раньше мы просто читали. Пандемии. Мы читали и говорили, о, пандемии, да, 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 это пандемия, да. А сегодня мы увидели. По поводу сворачивания, такого не было пока еще, да. То есть я не скажу вот так сходу, что мы что-то свернули. Но то, что мы развернули новые вещи, и начали по-новому понимать, как мы повернулись в правильную сторону, наверное, да, это вот во многих областях, особенно в образовании, например, да, сейчас принципиально меняется понимание вот этого дистанционного образования. Все переносилось, да, там революция не меньше, чем здравоохранение. И в работе тоже, да, вот то, что вот говорят, вот люди работают на дистанте, например, да, то есть в административной такой деятельности тоже. Есть люди, которые могут спокойно работать на дистанте. Это многие компании поняли, и университеты тоже поняли. То есть есть работы, которые можно делать, не приходя в офис. Не нужно там топтать землю, что называется, здесь, да, а нужно делать... А это уже серьезный социально-экономический такой большой. Мир меняется. В сфере трудовых ресурсов. Совершенно верно. Мир меняется, и, конечно, наши отношения, то, что вот меняется, наши отношения, и мы смотрим на эти проблемы, это колоссально важно. То есть мы увидели реальные проблемы, на которые сейчас смотрим внимательно, во всех областях, практически во всех науках. Ну, я скажу, что не ожидал, что час пробежит так быстро. Во-первых, это было страшно интересно. Во-вторых, я думаю, это было полезно всем, кто сейчас был с нами, и кто будет нас просматривать. Далее уже на каналах YouTube, Twitch, ВКонтакте, на портале Универ ТВ, в повторах на канале Универ ТВ. Ну, и самое приятное, чем всегда можно завершать любую встречу, это когда, говоришь, очень много еще осталось за кадром. Еще кое-что хотелось уточнить. Значит, будет повод встретиться. То есть самое приятное. До скорых встреч. Спасибо. 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 Продолжение следует...